Чудеса Друзья мои, у каждого из нас есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Но есть вопросы, на которые просто нет ответа. Однако не грустите, потому что есть ответы на все вопросы. А знаете, где они? Они в книге жизни, где собраны ответы на все вопросы. Именно сегодня мы и поговорим об этом, о книге жизни. Отец Андрей, будьте добры, есть такая книга жизни, называется «Евангелие. Святая книга, Святое Писание», в котором можно найти ответы на все вопросы. Это так? Здравствуйте, дорогие зрители и зрители. Действительно, книга книг — это Священное Писание, Библия, Новый Завет. Вот действительно книга, в которой на протяжении всей истории человечества и христианства человек может найти себе ответы на все вопросы в жизни. И просто почерпать оттуда, как из источника, себе воду живую для того, как правильно жить, как правильно разобраться в тех или иных ситуациях, идя по жизни. И самое главное — разобраться, как спастись в этом мире, как спасти свою душу. Потому что главное значение человека — это спасение его бессмертной души. На Божественной Литургии, Воскресенье, читают Евангелие, которое очень важно и которое как бы является своеобразной вехой в жизни каждого человека. В следующее воскресенье о чем будет идти речь Евангелия? В неделю 24 по Пятидесятнице, то есть в следующее воскресенье, будет читаться чудесное евангельское зачало о воскрешении сына, дочери, начальника Синогой и Аира, и исцеления женщины, которая 12 лет кровоточила. Я хотел бы прочитать это евангельское зачало, потому что, наверное, не каждый побывает на воскресной службе, не каждый прочитает. Мы прочитаем и прокомментируем этот отрывок Священного Писания. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником Синогоги, и по окнам Иисуса просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась я к нему, и как тот час исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника с наоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, и Анна, и Якова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон, и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она точно встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Вот такой иванинский рассказ, дорогие братья и сестры, читается «Воскресный день». Каждый воскресный день читается какое-то иванинское зачало, и оно по-своему особенно, как и сегодняшнее, которое мы прочитали. И если попытаться поразмышлять над этим иванским чтением, то мы видим, что Господь совершил величайшее чудо. Господь воскресил дочь начальника Синологи. Кто такой был начальник Синогови? Это был известный человек в то время. И самое главное, что он был верующий человек. Это следует из того, что он построил Синогову. Он мог деньги, которые у него были, использовать на свои какие-то нужды, может быть, на какие-то свои увеселения, расточить их просто. Но он сделал благое дело. Он верил в Бога и построил Синогову. И вот к нему пришла беда в дом. У него дочь 12-летняя, единственная дочь, она заболела, и заболела смертельным недугом, и боялись, что она уже может умереть. Он истратил, наверное, какие-то средства на врачей, но ничего это не помогло. И здесь он решается, он услышал, что есть учитель, который проповедует, который исцеляет недуги людей. И он решил сам прийти ко Спасителю. Он приходит к нему с верой и говорит ему, что дочь моя тяжело заболела, поэтому прошу тебя, приди и исцели ее. Когда он это говорил, то Христа окружала толпа народа. Потому что где был Христос, там всегда было многолюдно, люди его постоянно окружали, потому что желали слышать эти вечные глаголы о вечной жизни. Многие приходили, наверное, увидеть чудеса, многие приходили исцелиться от разных своих недугов. Ну и Господь проповедовал о Царстве Божьем. И вот совершается еще одно чудо. Пока Христос проповедует, пока Христа теснит толпа, к нему подходит некая женщина, которая 12 лет, вот она болела кровотечением. Вот как бы в Евангелии символично 12 лет от раковицы, которая заболела, 12 лет дочери Яира, вот и 12 лет эта женщина болела. Вот и видно, что Господь невзирает на возрасте, а дарует чудо и одно, и другое. Потому что та, которая женщина, 12 лет, уже все свое имение истратила на врачей, вот и не смогли ее вылечить, она себе подумала о том, что она подойдет ко Христу тихонько, чтобы никто не заметил ее, и просто прикоснется к краю его одежды. Вот и если она прикоснется, то она получит обязательно исцеление. Вот и так, как она подумала, так она это и совершила. Она прикоснулась ко Христу и получила исцеление. Она выздоровела мгновенно. Вот и видя, что ей не удастся скрыться, вот она выходит перед Христом и говорит, что Господи, говорит, я прикоснулась, и рассказывает, как все произошло. И Господь ей говорит, что дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. То есть будь смелее, будь смелее, женщина, вера твоя спасла тебя. И такое первое чудо совершилось, исцелилась кровоточивая, которая, казалось бы, уже столько лет и никакой надежды нет. И вот дальше происходит в Иоаннском рассказе, что приходят от этого начальника слуги, от начальника синологии, говорят, что не утруждай уже учителя, потому что дочь твоя умерла. И Христос завыли, что она не умерла, она спит. И некоторые над ним посмеялись, а некоторые не поняли, что Христос сказал, что Христос имел в виду. Но Христос идет в дом вместе с отцом, с апостолами, приходит в этот дом, заходит в комнату, где уже лежала дочь мертвая, этого начальника Яира. И всех попросил выйти из комнаты, оставил только трех апостолов и оставил родителей этой дочери. Но когда они начали говорить, что она уже умерла, что как бы уже ничего невозможно сделать, Христос, видя их неверие, всех прогнал. Всех попросил выйти из комнаты и подошел к этой дочери и говорит, «Тебе от раковицы, говорю, встань». И одним повелением Божьим от раковицы поднимается. И для того, чтобы воссвидетельство, что она действительно воскресла, Христос говорит, дайте ей есть. Потому что мы знаем, что есть только человек, который живой человек. И поэтому воссвидетельство Господь говорит, чтобы уверовали, что она действительно воскресла, дайте ей покушать. И ей дают покушать. И такое чудо совершается, великое именно воскрешение дочери Иаира. Господь трижды совершал чудо воскрешения в Священном Писании. Это 12-летняя дочь Иаира сегодняшней, о которой мы вспоминаем. Это сын вдовицы Наинской. И это 4-дневный Лазарь, который Господь воскресил. И в каждом случае, если дочь только сейчас, только умерла, Господь воскресил, то сына вдовы Наинской уже выносили за врата, чтобы похоронить. И Господь его воскресил. А Лазарь 4-дневный, он уже был похоронен 4 дня, как прошло с его смерти. Господь воскресил. То есть это говорится о том, что Христос есть Господь. И Господь, который Вседержитель, и который может воскресить любого человека, и как и любое другое чудо совершить. Что для Господа нет ничего невозможного. И тем самым эти все чудеса, они как бы и подкрепляли веру тех людей, которые ходили за Христом. И нужны были эти чудеса, чтобы они больше укрепились в том, что действительно Христос есть Сын Божий, который пришел для того, чтобы спасти всякого человека. Не ради кого-то одного или ради одного народа. Господь пришел ради всех нас, ради того, чтобы спасти всякого человека, который уверует во Христа.